Добрый день. Сегодня в брифинге принимает участие командующий российской группировкой войск на территории Сирийской Арабской Республики генерал-полковник Суровикин Сергей Владимирович. Добрый день. Российская Федерация продолжает оказывать помощь сирийскому народу в борьбе с террористическими группировками ИГИЛ и Джабгатан-Нусра, одновременно предпринимая шаги по политическому регулированию сирийского конфликта. При этом основные усилия сосредотачиваются на обеспечении режима прекращения боевых действий в Сирии. Благодаря целенаправленной деятельности Российского Центра по примирению враждующих сторон, на сегодняшний день соглашения о прекращении огня подписаны с представителями 1571 населенного пункта. Кроме того, в настоящее время к РПБД присоединилось 219 отрядов вооруженной оппозиции. Кардинально в лучшую сторону изменилась ситуация после подписания 4 мая 2017 года в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями. Гражданское население начало возвращаться в освобожденные города и населенные пункты. Активно восстанавливаются домашние хозяйства простых граждан, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой каналы системы орошения сельскохозяйственных угодий. Ремонтируются школы, чтобы максимальное число детей могло продолжить учебный процесс. Возобновлен гуманитарный доступ в населенные пункты, находящиеся в зонах деэскалации. Только за прошедший месяц по линии международных организаций в них направлено 14 гуманитарных конвоев, что значительно улучшило положение населения. Так, после открытия гуманитарного коридора «Аль-Вафидейн», организованного при участии Российского Центра по примирению враждующих сторон, в Восточную ГУТУ начала поступать гуманитарная помощь по линии ООН, а также Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца. Это позволило снизить цены на основные продукты питания в пригороде Дамаска на 30-60%. Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 169 гуманитарных акций, в ходе которых населению доставлено 17 тонн продовольствия, свыше 10,5 тысячам сирийцам оказана медицинская помощь. В освобожденных от боевиков районах проводится гуманитарное разминирование. 2 июня в филиале Российского Международного противоминного центра в Алеппо состоялся очередной выпуск курсантов. 92 сирийских сапера были направлены для разминирования города Маскана и других населенных пунктов в восточных районах провинций Алеппо и Хомс, недавно освобожденных от джихадистов. В соответствии с меморандумом сформирована и активно функционирует совместная рабочая группа по деэскалации. Проведено три заседания, в ходе которых разработаны карты, отображающие зоны деэскалации и полосы безопасности. Завершается их согласование. Разработан проект положения о совместной рабочей группе. На пятой международной встрече по Сирии в рамках астанинского формата планируется утвердить основные документы, регламентирующие границы и порядок контроля за соблюдением РППД в зонах деэскалации. В избежание потерь среди мирного населения была проведена операция по выводу боевиков и членов их семей из пригородов Дамаска и Хомса при участии офицеров российского центра по примирению враждующих сторон. В ходе данной операции из пригородов сирийской столицы Барза и Кабун в провинцию Идлиб вывезено 1853 боевика и 5012 членов их семей. В настоящее время в этих населенных пунктах работают саперы, проверяя оставленные боевиками здания на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно ведется восстановление объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. Жители данных районов возвращаются к мирной жизни. Завершена длившиеся два месяца операция по вывозу членов незаконных вооруженных формирований из пригорода Хомса Альвайр. Согласно достигнутым договоренностям, в населенный пункт Джираблус, провинции Алеппо и город Идлиб вывезено 19 653 человека, в том числе 6 964 боевика. После ухода боевиков в район Альвайр вернулось около 8 тысяч мирных жителей, ранее покинувших его. Кроме того, на севере провинции Дамаск, в городах Забидане, Мадая и Букейн, 2640 бывших боевиков урегулировали свой статус, воспользовавшись указом об амнистии. Успехи политического урегулирования сирийского конфликта, в том числе создания четырех зон деэскалации, сокращения числа нарушений режима прекращения огня, позволили группировке войск в Сирийской Арабской Республике сосредоточить основные усилия на разгроме формирования ИГИЛ в восточной части страны. При поддержке ВКС России достигнуты серьезные успехи практически на всех направлениях. Хочу обратить внимание, что правительственные войска при поддержке ВКС России не ведут боевые действия против сирийской оппозиции, а последовательно достигают главной цели разгромить ИГИЛ, Джибгата-Нусру и аффилированные с ними террористические группировки. В то же время значимых результатов борьбы с ИГИЛ, коалиции, возглавляемой США, мы не видим. Продекларировав цель борьбы с международным терроризмом, коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дерезора. Хочется задать вопрос, зачем они это делают и какие реальные цели преследуют? Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ. Ожидаем от наших партнеров по коалиции, что они примут меры по недопущению подобных случаев и более предметно займутся борьбой с террористическими группировками ИГИЛ на территории Сирии. Более подробно об этом и о результатах операций по освобождению территории Сирийской Арабской Республики, проводимых правительственными войсками, доложит генерал-полковник Суровикин. Пожалуйста, Сергей Владимирович. Добрый день. В течение последнего месяца правительственные войска и отряды народного ополчения развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры, в восточном Каламуне и на юге Сирии. Активно действуют, продвигаясь вдоль сирийской и орданской границы и границы с Ираком. В результате разгромлены крупные группировки ИГИЛ. При этом противник понес существенные потери в живой силе и технике. Только за месяц от боевиков освобождено 109 населенных пунктов и 3922 квадратных километра территории. За это время самолеты Воздушно-космических сил России выполнили 1268 боевых вылетов. Групповыми и сосредоточенными ударами уничтожено 3200 объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием и боеприпасами, перевалочные базы лагеря подготовки боевиков. На северо-востоке провинции Алепа стремительно развивается наступление вдоль западного берега реки Ефрет. Подразделения сирийских вооруженных сил и отряды народного ополчения выбили боевиков ИГИЛ из таких крупных городов, как Маскана, Рантан, Шатна и вплотную приблизились к городу Итапка. Под контроль взят аэродром Джира, имеющий стратегическое значение. Темпы наступления правительственных войск увеличились до 8 километров в сутки. Всего от террористов освобождено 83 населенных пункта и более 500 квадратных километров территории. Уничтожено свыше 3000 боевиков ИГИЛ, включая несколько десятков одиозных командиров, а также свыше 20 танков, 7 боевых машин пехоты и 9 арктических орудий крупного калибра. Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике внимательно отслеживается обстановка в районе Ираки, где мы наблюдаем, как боевики беспрепятственно покидают город и его пригороды. По имеющимся достоверным данным, в начале июня террористы ИГИЛ, договорившись с командованием курских вооруженных отрядов, входящих в Союз Демократических Сил, без сопротивления оставили населенные пункты Этадия, Эль-Хамам, расположенные в 19 километрах юго-западной Ираки, и выдвинулись в направлении Пальмиры. Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, вместе с под контролем им Союзом Демократических Сил, вступает в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы. Создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск. При этом отдельные западные информационные агентства, вводя в заблуждение мировую общественность, сообщают о якобы ожесточенных вооруженных столкновениях с боевиками ИГИЛ в провинции Ирака. Имеющимися в распоряжении командования российской группировки войск Сирии средствами разведки, все попытки выхода боевиков ИГИЛ через открытый на юге Ираке коридор с временем вскрываются и пресекаются. Крупную колонну террористов, направлявшуюся в сторону Пальмиры, самолеты ВКС России уничтожили 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая была пресечена очередная попытка выхода автоколонны ИГИЛовцев из Раки, в результате которой потери террористов составили более 80 боевиков, 36 автомобилей, 8 топливозаправщиков и 17 пикапов с установленным на них тяжелым вооружением. Оставшимся небольшим группам боевиков ИГИЛ удалось крыться на хорошо подготовленных перевалочных базах и в пещерах в провинциях Хама и Хомс, которые были своевременно вскрыты средствами разведки. По ним 30 мая с регата Адмирал Эссен и подводной лодки Краснодар из восточной части Средиземного моря нанесены точечные удары крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». По данным объективного контроля, в результате удара все цели уничтожены. В районе Пальмиры силы правительственной армии и отряды народного ополчения успешно вели наступательные действия на банформирование ИГИЛ в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях, вытесняя их с господствующих высот и увеличивая зону безопасности вокруг стратегической автомагистрали Дамаск-Пальмира и аэродрома Тифор. В ходе боев террористы выбиты из газового поля ШАЕР, что нанесло серьезный урон экономическому потенциалу террористов, лишив их доходов от незаконной добычи углеводородов. Под контроль сирийской армии перешли 3 населенных пункта и 66 важнейших высот в районе Пальмиры. Правительственные войска вплотную подошли к населенным пункту Арак, взятие которого создат условия для дальнейшего развития наступления на Иссухне и Доризор. Кардинально улучшилась обстановка к юго-востоку от Пальмиры, где в районе восточного Коломона правительственными силами разгромлены крупные банформирования ИГИЛ юго-западнее Эль-Басири. От террористов освобождено 3200 квадратных километров территории, 20 населенных пунктов, в том числе МХАСи, Эль-Басири и Эль-Барде. Установлен контроль над месторождением фосфатных руд. Успешно развивается наступление далее на восток в направлении на Абу-Кемаль. Общее продвижение на данном направлении составило 184 километра. Правительственные войска выбили террористов из населенного пункта Эль-Буда и в 40 километрах южнее вышли на сирийско-иракскую границу. Наступление продолжается. Отряды сирийской свободной армии, действующие к северо-востоку от города Думэра, при посредничестве российского центра по примирению враждующих сторон, ведут с властями переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Также значительно улучшено положение правительственных войск на юге провинции Эс-Увейда. Вооруженным силам Сирии удалось занять ряд стратегически важных высот и коммуникаций в данном районе, лишив банформирования возможности свободно перебрасывать резервы и грузы на юге страны. Однако, в ходе наступления правительственные войска столкнулись с противодействием со стороны авиации Международной коалиции под руководством США. Американцы абсолютно безосновательно выдвинули сирийской армии ультимативные требования не приближаться к позициям так называемой новой сирийской армии. Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии. В результате авиация-коалиция опорные пункты боевиков новой сирийской армии преградили путь правительственным войскам, которые выполняют задачу разгрома группировок ИГИЛ и в ходе своего продвижения обеспечивают контроль выставлением пограничных застав по участку границы с Ираком к северо-востоку от Итампа до Абу-Кемали. Это является нарушением суверенного права в сирийской арабской республике охранять свои границы. На вопрос, для чего это делается и как это помогает в борьбе с ИГИЛ, представители военного командования Соединенных Штатов Америки невнятно поясняют, что они чувствуют опасность от правительственных сил. При этом, что это за опасность и откуда она исходит, не объясняется. Создается впечатление, что для Калиции представляют опасность не террористы ИГИЛ, а правительственные войска Сирии. При этом российское командование группировки войск Сирии предлагает максимальные усилия для деконфликтации сторон и обеспечения безопасности сирийских войсковых группировок. Несмотря на это противодействие, в ходе наступления сирийской армии и отрядов ополчения на позиции ИГИЛ восстановлен контроль на сирийско-орданской границе на участке 105 километров, выставлено 9 пограничных застав, подписаны соглашения с 22 населенными пунктами, чем завершен процесс примирения с племенами друзов и бедуинов, контролирующих этот район. Действие правительственных войск по взятию под контроль сирийской и орданской границы и границы с Ираком продолжается. Хочу подчеркнуть, что российские военнослужащие совместно с сирийскими правительственными войсками делают все, чтобы на сирийской земле как можно скорее восстановился мир, воздерживаясь о ненужного насилия и сохраняя жизни людей. Вместе с тем, любые попытки террористов и их пособников помешать мирному процессу будут жестко пресекаться. Операция по освобождению территории Сирии от террористических группировок ИГИЛ и Жебхата Нусра будет продолжена до полной их ликвидации. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok